добрый вечер дорогие одесситы в эфире медиа информ вечерняя программа у меня в гостях леонид заславский актер режиссер постановщик мим с некоторых пор еще и сценарист здравствуйте меня не сценарист я драматург ну да человек который написал пьесу уже считается драматургом значит 21 числа 21 февраля будет премьера пьесы которая называется мещанская 24 мещанская 24 это нынешняя заславского и вот человек с улицы заславского по фамилию заславский сидит передо мной и собирается рассказать что 21 числа в русском театре можно будет увидеть посмотреть и в чем поучаствовать ну дело в том что я люсик заславский родился на улице заславского и прожил первые 35 лет на улице заславского до это твой одна фамилия заславский который был революционером в одессе но до этого на 24 году до 24 года она называлась мещанская так вот всю жизнь сколько я прожил на этой улице и никто заславского не называл только мещанская то есть весь двор и вся улица и даже люди из других районов называли и мещанская так она была меща это место такое тут улице с такими профессиональными клановыми названиями мещанская дегтярная кузнечная до безу щепной ряд каретная начали каретный переулок то есть много всяких таких нижний переулок и треугольный переулок такой район был такой одесский район ну мещанс 24 это описание моего двора в котором я родился вырос и более того многие персонажи к из этой пьесы это люди с которым я жил в одном доме интересно жванецкий свое время начинался с того что он записывал извлечения своих соседей по коммунальной квартире писателям гимориста можно стать просто сидя у нас на балконе и записывая что я не записывал я просто вспомнил на хорошая память ну например один из персонажей одна из персонажей мара вайнштейн это моя молочная мама она мне выкормила вот и практически больше половины персонажей этой пьесы это люди с которыми я жил люди вот интересно много постановочного материала взяты из одессы но как бы у москвы есть своя собственная одесса одесса ширвинта одесса зямы то есть нам специализация как бы другая это такая одесса на продажу опереточная я бы сказал что это немножко суррогатная одесса так то есть чем твоя совсем естественная одесса так в которой мы жили и в которой мы живем и даже сегодня но правда искусство и правда жизни не всегда одно и то же что ты вывел на сцену в альтернативу московской одессе московской одессики здесь наверное москвичам можно было бы посмотреть и этот спектакль наверное что-то совпало бы с их понятие об одессе но в принципе это связать или не за одессу не про одессу и не об одессу это спектак это настоящая одесса такая какая она была более 50 лет тому назад то и начали шестьдесят вот и это был такая одесса какая она была естественная дело в том что я вырос во дворе в котором было больше 20 квартир но на на все жителей был 1 1 туалет и одна колонка это 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 горько горький период в жизни но он занимает где-то столь первые столица словно более того не было отопления общего у каждого была своя печка все ты даже две на одной готовили еду другая для обогрева в квартире ну где в том что были примуса в тамбурах стояли примуса квартиры то были небольшие многие многие жили в одной комнате то есть семья жила там папа мама и ребенок и там они жили в одной комнате вот тогда не было таких кому квартир коммуны были и что такое двор одесский это галерея люсик о чем пьеса о том что одесса теперь совсем другая о том что она отличается от московского варианта или чем-то жанр пьесы определен как трагикомическая ностальгия и это как бы ностальгическое воспоминание о той одессе как какой она была ведь она же и россии очень сильно вот очень интересно ты был консультантом фильма ликвидация то есть очень многие чисто одесские решения текстовые в том числе и мимические были туда привнесены тобой ты не удовлетворен своим вкладом в одесскую специфику ты решил стать самостоятельным драматургом дело в том что когда снимали ликвидацию вот двор в котором с меня снимали ликвидацию двор госмана там из достаточно большего двора он даже чуть крупнее был чем тот двор которым я вырос там осталось всего две семьи из старых одесситов то есть одна бабушка и бабушка с дедушкой все остальные там дешевые квартиры привозки недалеко все было раскуплено то есть это совершенно люди другие в основном сказать это из скажем из области и ты решил вернуть прежних обитателей на прежнее на прежнее место жительства ну где в том что на этом месте построили большой дом пароходство построила очень многие помнят и думы это башарницкая угол мещанской но я знаю когда говоришь большарно узкая к размещаю Малорноузская, башарноузская. Малая тоже произносилась. Малорноузская, башарноузская. Небольшая и малая. А башарноузская, малорноузская. Помнится, там был такой забор, там во время войны попала бомба. И там стояла голубятня. Так вот, это была моя голубятня. Я 15 лет гонял голубей. И свистел два пальца? Ну, свистел, не очень свистел. Больше махал палкой, на которой была красивая такая тряпка разноцветная. Очень многие помнят, даже сейчас люди, которые ходили. У тебя было несколько разных пород голубей? В основном это были летные голуби. Всякие были, но в основном это были летные голуби. Это были одесские голуби. Но были еще какие-то голубиные войны. То есть, хозяева разных голубятин приманывали чужих голубей. Безусловно. Потом торговали ими, я понимаю. Это охота. Мы ловили голубей. И иногда были разборки, у кого какой голубь. Ну, в общем, это отдельная тема. Но это целый мир, насколько я понимаю. Может быть, когда-нибудь ты сделаешь передачу о голубятниках, мы об этом поговорим. Сейчас давай поговорим об одесском дворе. Поговорим об пьесе, которую ты написал. Про одесский двор, в котором вырос. Дело в том, что это не совсем обычный двор. Допустим, у нас... Вот я просыпался от того, что женщины начали кричать. А что они кричат? Они ругались. Значит, летом это в четыре... Ну, это было после войны. Население, значительная часть населения наших дворов была в эвакуации. А значительная часть осталась здесь при румынах. И все они были с очень сильно изношенной нервной системой. И все они срывали свою злость друг на друге. Дело даже не в злости и не в нервной системе. Дело в том, что они начинали ругаться с рассветом. Женщины ругались целый день. Два на два, три на три. Они ругались без передышки. Мужчины не ругались никогда. Потому что взрослые мужчины, они все прошли войну. Они ругаться не умели. Молодые мужчины... Нет, они не боялись взрослых. Они их уважали. И поэтому мужчины всегда тихо и спокойно разговаривали. Более того, нарочитое спокойствие было. Женщины же позвали себе все, что угодно. Вплоть до интимных каких-то взаимоотношений друг с другом. Ну, я тебе скажу. Допустим, я говорил, что один туалет был. Утром выходили люди с ведрами, чтобы выносить помои. И клали наверх газетку. Так вот, при мне как-то раз одна женщина говорит, что я положил газету. Можно подумать, что я не знаю, чем ты какаешь. Даже вот такие моменты были. Все все друг про друга знали. В летнее время, когда... Это же галерея была. Летом, тогда же сеток не было. Завешивали марлей окно. Естественно, когда окна открыты, проходящие, слышали все, что происходит. Кто как крапит, кто как, извините за выражение. Да, понятно. Кто как любится. Все все друг про друга знали. Более того, ранее весной выносили, особенно на втором этаже, выносили столики с примусами. Выносили ковры, выносили перины выбивать. Дело не только. Примуса. Готовили все на балконах. И все женщины стояли друг другу, давали полезные советы, рецепты. И друг другу. Одолжи яйцо, одолжи соль, одолжи там... Вот. Дай нет. Дай слово не было. Скажи, пожалуйста, вот то, что ты сейчас рассказываешь. Вы нашли свое отражение в этой пьесе? Да. Эта пьеса начало 60-х годов. Расскажи, пожалуйста, тогда знаешь о ком? Расскажи о том, кто поставил эту пьесу. Ну, ее очень известный Шора Ковтун. Это мой дружок. Это Георгий Ковтун. Который ставит по всему бывшему Советскому Союзу. Который ставит по всему миру. Он очень много спектаклей поставил. Но он был у нас в эфире здесь. Да. Ну, он даже здесь, в Одессе, он поставил его в Москомедии, в Русском театре, в Оперном театре. Сейчас он ставит в Русском театре, в Украинском театре. Хорошо. Я так понимаю, что любое драматургическое действие начинается и заканчивается конфликтом. Конфликтом каким-то базовым. Если конфликта нет, нечего в театре смотреть. На чем построен конфликт твоей пьесы? Мы с тобой говорили как-то на этой теме. Дело в том, что конфликт моей пьесы между тем временем, которое было, и временем сегодняшним. Ведь в то время было всего две программы телевидения. То есть ты вывешиваешь на суд зрителей какую-то морально-этическую парадигму одесского существования, правильно? Я бы сказал, что морально-этическую. Я просто хочу вернуть жителей более чем на 50 лет тому назад, чтобы они пожили той жизнью, в которой жили их дедушки и их родители. Это была другая жизнь, другое взаимоотношение, другая скорость общения. Сейчас огромное количество информации, которое просто поглощает, он рвет человека. Тогда люди жили по-другому. Все друг друга больше слышали, друг друга больше слушали. И когда кто-то выходил что-то говорить, мы сейчас не слышим этого говорящего, а тогда он выходил, он становился вверх, он делает красиво, и все внимательно слушали его, и с ним спорили, и вступали в какие-то споры. Мне кажется, что люди, они совершенно разные, у них разные взаимоотношения, непростые взаимоотношения. Там есть и смерть, и рождение, и дети. Там целая жизнь. Такая, как она была. Люди немножко по-другому друг с другом общались, и вот об этом эта пьеса. То есть, никаких внешних эффектных сюжетных поворотов нет? Люди просто приходят во двор и общаются? Да, и конфликтов очень много, но они не крупные, они мелкие конфликты. Ну, понятно, что они не носят политического характера, хотя тезис «это тебе не при румынах». Политического никакого характера, хотя… Тем не менее, тезис, который произносился «мало вас били» или «румынов на тебя нету», или наоборот «это тебе не при румынах», это я слышал. Во дворе такие аргументы приводились. Дело в том, что в нашем дворе он был совершенно разно-национальный. Да, и наш тоже. И там и русские, и украинцы, и евреи, и греки, и очень много примесей кавказских, и польских. В общем, непонятно кого. То есть, более того, когда женщины ругались друг с другом, не было одна на самом деле с другой на самом деле. Нет, все сегодня еврейские с русской, завтра украинцы с русской, они каждый раз перестраивались. Два-три против двух, два против трех. Что возлюбленный обмен культурным наследием. Да, более того, говорили обо всем. Кто как с кем живет. Герои твоей пьесы. О чем они говорят? Что там интересного? Дело в том, что в этой пьесе есть ребенок. Ну, во-первых, они говорят немножко о государстве, в котором они живут. Потому что одна из героинь Циля, она в тюрьме. Осталась ее дочь, которую она оставила на этот двор. Ее дочь – это главное действующее лицо. И вот она сейчас в тюрьме, и говорят, за что ее посадили. Ее посадили за какую-то совершенно мелочь по их понятиям. И получается, что она оставила ребенка на двор, на этих людей. А сколько ребенку лет? Ребенку лет 8-9, 3-4 класс. И самое главное, что они бесконечно, это практически в этой пьесе, это единственный ребенок на всех. Потому что у всех уже есть дети, но они где-то там, где-то учатся в Нахимовском, в разных местах. А это единственный ребенок, и они все бесконечно любят его. Безумно они его любят. Они думают о нем, они заботятся о нем, они общаются с ним. И ребенок тоже с ними общается. Есть музыкальные какие-то моменты в этой пьесе? Я помню, у нас музыки во дворе было очень много. Если ставил Жораков, то без музыки обойтись не может. У нас во дворе на Успенской музыкальная жизнь состояла не только в том, что играли на радиоле, радиолы включали и так далее, пластинки какие-то на патефоне. Кроме того, заходила дворовая самодеятельность. Заходили ветераны войны, которые зарабатывали, коллеги зарабатывали на том, что играли и пели какие-то песни. Ну, у нас, во-первых, часто весь двор собирался. У нас во дворе был дядя Казя, он был рыбак. Он иногда привозил большую шаланду, ставил ее на ремонт посреди двора. Так вот, последняя шаланда, он ее не доремонтировал. Из нее сделали стол, и весь двор выходил, садился вокруг этой шаланды на какие-то праздники. Каждый выходил со своим поесть и выпить. И получалось одно большое дворовое единство. Вообще, я вам скажу, что это была одна большая семья. Весь двор, и дети, и взрослые, это все была одна семья. Потому что они жили вместе, они готовили вместе. Вот дядя сказал, что друг другу одолжи яйцо, одолжи морковку, одолжи то. Никогда слова дай не было. Потому что дай, я тебе сейчас так дам. Или тебе сегодня дай, все. Нет, дай, нет. Одолжи. Никто никогда никому ничего не отдавал. Вот. Ну, если кто-то у кого-то много одолжил, так по этому поводу... Но вызывали на общение через двор. Громко, и все слышали, кого вызывают на поединок. Прямо во дворе выходила и говорила, ты выйди, я тебе скажу, что я об этом думаю. Более того, она выходила про кого-то говорить, но так, чтобы все слышали. Зимой они говорили громче, потому что в Догнах были закрыты. Они были артисты. И вот все вот эти моменты у тебя есть в пьесе? Да. 21-го числа, 21-го февраля в 19.00, насколько я понимаю, в русском театре будет премьера пьесы «Мещанская 24». На малой сцене это совершенно новая для русского театра помещение, новая площадка. И этой пьесой открывается эта малая сцена. Я думаю, что это будет очень интересно для зрителей. Дело в том, что и актеры, и зрители будут как бы в одном дворе находиться. По твоему сценическому театральному опыту скажи, пожалуйста, ожидается аншлаг или надо рекламировать отдельно? Нет. Количество мест не больше, так что надо поторопиться купить билеты. Сколько там мест в этом малом зале? Ну, я считаю, что это 60 местах. Ну, максимально это 80. Билеты есть в продаже? Пока еще есть. Я понял. А может быть уже нет, я не знаю точно. Это я не занимаюсь продажей билетов. Но, в принципе, надо поторопиться, потому что билетов может и не быть. И самое главное, что пьеса так поставлена, и Ковтуном, и так написано, что мне кажется, что зрители, которые придут на этот спектакль, они окажутся в этом дворе. Они будут жить одной жизнью с персонажами, с актерами, с жителями этого двора. Я думаю, что будет какое-то такое воссоединение и... Ну, это какое-то дополнительное удовольствие, когда можно не только вернуться назад, но и пожить той жизнью... Вот я смотрю, кафе или ресторан даже сделали имени Готсмана напротив милиции на Еврейской улице. Я зашел даже посмотреть. Ну, фотографии есть, висят. Больше там ничего. Название блюд еще немножко специализировано. Ну, неизвестно, ходят ли туда. Я не знаю, я не был в этом кафе. Дело в том, что я достаточно много фильмов отконсультировал по одесской тематике. Потом, какая Одесса была. И какой-то интерес к... Ну, естественно, почему так много фильмов по Одессе? Потому что были очень интересные люди, было очень интересное время. Город совершенно необычный. Он очень быстро появился, быстро вырос и быстро разросся. Вот. И Одесса вызывает какой-то определенный интерес. И мне кажется, что сегодня, когда... Вот я вырос еще... И ты вырос тоже в той Одессе, которая была еще более компактной. Не было поселка Котовского на 300 тысяч... Да, конечно. На 300 тысяч людей. Да, конечно. Тахитаирова не было. Тахитаирова не было. За вокзалом начинались пригороды. Вот. Это был гораздо более меньший город, и в нем было больше одесситов. В нем многие люди жили в подвалах. Да. Дело не в этом. Там город был компактный. Коммуны. Маленькие дворы. Их расселили. Люди захотели иметь больше квартир, поэтому людей расселили. Более того, одесситы, которые попадают, допустим, на поселок Котовского, их дети уже не совсем одесситы. Да. У них другая речь, другой разговор, другая манера общения. Но я слышал, как-то ссылались мне на точку зрения конкретного одессита, живущего на поселке Котовского. Он сказал, это улица Айстраха. Улица Айстраха у него есть, понимаете? То есть, на самом деле, понятно, что человек к Одессе какое-то отношение может быть и имеет? Ну, вот я жил на Садово, у меня рухнул дом, и меня выстили на поселок Котовского. Девятиэтажка, две парадные. Мы когда туда приехали, вещи, ну, чуть позже заехали, уже все парадные вышли нам помогать заносить. Уже где-то через неделю я шел и говорю, что ты проходишь? Сядь, уже столики стояли, скамеечки возле входа в парадное. И что ты проходишь? То есть, есть встречное движение, да? Ты что не можешь? Сядь, выпей с нами 100 грамм. Ты такой гордый. Более того, через год зашла женщина из соседней парадной и сказала, Боже, как у вас хорошо, я уже здесь год живу, я еще не знаю, мы не здороваемся. А здесь все друг друга знают. То есть, Одесса способна самовосстанавливаться? То есть, это была парадная, куда выселили, ну, с молдаванки, рухнувших одесситов. И все, естественно, уже все друг друга знали, все перезнакомились, уже там какие-то сложные взаимоотношения, все общались. Ну, это одесситы. Хорошо. Как ты полагаешь, сколько таких вот спектаклей выдержит одесскую специфику? То есть, сколько месяцев или сколько премьер будет, сколько спектаклей будет, как бы, до момента, когда будет понято, что надо этот спектакль сворачивать, выводить другой, и так далее? Дело в том, что, конечно, театр, он, как бы сказать, все хорошие спектакли, они немножко убиваются актерами и съедаются немножко. Ну, естественно, у спектакля своя жизнь. Да, за тем, чтобы... На какой период жизни он рассчитан вот сейчас? Год, два, три? Я думаю, что достаточно долго, потому что я думаю, что в Одессе еще очень много людей, которые хотят знать об Одессе больше, чем она представляет сегодня. Но это еще и вопрос рекламы, конечно. Ну, естественно, будет реклама, будут афиши, будет. Дело в том, что я надеюсь, я уверен, что это так и будет жить достаточно долго. Я пожелаю тебе и твоему спектаклю, первому авторскому спектаклю драматурга Заславского долгой жизни и успешной. И благодарность Одесситов. А у нас в гостях был Леонид Заславский, актер, театральный педагог, теперь еще и драматург. Спасибо, что было у нас в гостях. Всего доброго, до свидания. Благодарю.